Таджикистан Депутаты Нижней Палаты Парламента Таджикистана Маджилиси Намояндагон внесли поправки в дополнение в проект Закона Республики Таджикистан о государственных финансах Республики Таджикистан. Согласно данному проекту, в Республике Таджикистан будет учрежден фонд имени Рахмона. Ежегодно в фонд Рахмона будет выделяться сумма в размере 0,2% от доходов государственного бюджета Таджикистана. Перечисления в фонд начнутся только после прекращения полномочий действующего президента до конца его жизни. Об этом сообщил Ниад Хавар. Порядок использования средств будет определять сам Рахмон. В текущем году размер госбюджета составил 2,5 миллиарда долларов, а размер доли Рахмона составил бы 5 миллионов долларов. Кроме того, согласно действующему законодательству, покинув пост президента страны, Рахман сохранит за собой право обращаться к народу, подобно монарху, а также принимать участие в важных государственных мероприятиях и выступать на них. На всех торжествах государственного уровня на заседаниях правительства и парламента для Рахмона будет сооружаться специальное место, оснащенное современными средствами связи. За все действия, совершенные в период правления страной, Рахману гарантируется неприкосновенность. Его запрещается задерживать, арестовывать и обыскивать. Неприкосновенность гарантируется также недвижимости и другому имуществу, принадлежащему Рахману и его близким. Напомним, что в начале текущего года уже была учреждена премия имени Рахмона. Наблюдатели отмечают, что таким образом режим усиливает пропаганду культа личности президента на фоне ухудшения социально-экономического положения народа, а также роста недовольства и религиозно-политической сознательности населения страны. Трудовые мигранты из Центральной Азии в очередной раз стали козлами отпущения для российских спецслужб. Так, 20 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии провели операцию по задержанию пяти мигрантов из Центральной Азии, обвинив их в терроризме. В отношении двух из них возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Дело было возбуждено по части 1 ст. 30 и 2 ст. 205.5 УК РФ – покушение на участие в деятельности террористической организации. Его фигурантами стали двое 21-летних трудовых мигрантов из Центральной Азии. СКР опубликовал видеооперации. На нем видно, как сотрудники СОБР врываются в помещение, где находятся молодые трудовые мигранты. По версии следствия, с декабря 2017 года по апрель 2018 года задержанные с помощью социальных сетей якобы пытались выйти на контакт с земляками, находящимися в Сирии. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН установила наиболее высокий уровень недоедания в странах Центральной Азии и Европы. В частности, в Центральной Азии в список с наиболее высоким уровнем недоедания населения попал Таджикистан, где в 2014 и 2016 годы недоедали 30,1% населения, или 2,6 млн. человек. Об этом говорится в докладе ФАУ «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии». А ВВП на душу населения среди стран Центральной Азии является самым низким в Таджикистане. В 2015 году он составил всего 933 доллара. Напомним, что в недавнем отчете Агентства по статистике Таджикистана говорится, самая низкая заработная плата в Таджикистане в этом году составила 600 сомони – 67 долларов у работников сельского хозяйства, охоты и лесоводства, а средняя заработная плата составила около 1500 сомони – 169 долларов. Эксперты отмечают, что даже эти мизерные суммы присущи лишь крупным городам, а в остальных населенных пунктах дела обстоят еще хуже. Следует заметить, что цены в Таджикистане на основные продукты питания, на такие как мука, растительное масло, рис, сахар, яйца и тому подобное, товары первой необходимости выше, чем даже в России. Минобороны России принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников стран по ОДКБ в Центральной Азии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств, членов Шанхайской организации сотрудничества – ШОС. «В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой, оказываем помощь нашим партнерам в регионе в укреплении боевых возможностей вооруженных сил, совместно планируем их применение», – отметил Шойгу. Шойгу напомнил, что в марте текущего года в Таджикистане и Киргизии проведены антитеррористические командно-штабные учения. На сентябрь запланировано совместное учение из Сык-Куль «Антитеррор-2018» с привлечением различных силовых структур. В октябре состоится ряд учений с коллективными силами ОДКБ. «Они последовательно пройдут в Казахстане, Киргизии, России и Таджикистане по единому замыслу», – сказал он. «В сфере безопасности наших стран поговорим о том, что…» Напомним, что одной из разновидностей колониализма является военный колониализм, который реализуется Россией в странах Центральной Азии под предлогом обеспечения безопасности этих стран. «Поэтому готовим и здесь, и…» В связи с этим Москва вынуждена постоянно придумывать разнообразные поводы, под которыми она сможет сохранять свои военные базы в странах региона, в том числе в Таджикистане. «По недопущение их распространения…» «По недопущение их распространения…» «По недопущение их Challenge!»